Слава Богу, братья и сестры! И в заключение нашего служения, все-таки в согласии с тем, что говорили передо мной братья, о чем напоминали, хочется еще вместе с вами открыть Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 1 стиха. Так написано. Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. Наш Господь Иисус, уже это 14 глава, это можно сказать глава, это после того, как Он омыл ноги. Это тайная вечеря. И вот уже, вот скоро, скоро наступит та молитва в Гефсимании. Вот уже недалеко. И вот в это время Он дает, можно сказать, последнее наставление своим ученикам, апостолам, перед тем, как Его арестуют, перед тем, как начнутся все эти события, и в результате которых Иисуса Христа распяли, обвинили ложно, требовали распять, в конце концов распяли на кресте. Но мы знаем, что Он воскрес из мертвых, слава Господу. Но, смотрите, вот эти обстоятельства, которые предстоит им пережить, и вы знаете, и не только эти. Когда после Дня Пятидесятницы церковь начала проповедовать Евангелие, помните, сколько раз и били апостолов, да, и запрещали им говорить об Иисусе Христе, ну, всякое случалось. Сколько церковь переживала потом гонений разных, притеснений, насмешек, ложных обвинений, все было. И церковь Божия постоянно переживает вот такие периоды, время от времени, периоды, о которых говорит Иисус, периоды смущения. И вот Иисус говорит, Он готовит их к этим событиям, Иисус готовит их. Каким образом? Он говорит, да не смущается сердце ваше, и второе слово, и да не устрашается, есть еще в другом месте, да, да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога, и в Меня веруйте. Посмотрите, здесь есть противопоставление. Есть смущение, а есть вера в Бога, вера в Иисуса Христа. Я хотел бы сказать, что вот это смущение, ну, вопрос, а что такое смущение? Вот как другими словами объяснить, что есть смущение? Мы с вами ведь переживаем время от времени какое-то смущение. Я думаю, все переживают. Что такое смущение? Это, наверное, такое, ну, не просто «наверно», а это действительно, это такое состояние человека, когда приходит тревога и неуверенность. Если противоположное, значит, вот этому смущению является вера, то смущение – это неуверенность, это состояние колебания. Я не знаю, что мне делать. А может, я неправильно поступил, и я себе думаю, а может, действительно, что-то я не так живу, не так делаю. Хорошо, когда это способствует покаянию. Хорошо, когда я жил неправедно, а потом услышал Слово Божие, и это меня вроде как растревожило, да? И привело меня к покаянию. Но смущение, которое приходит или приносится к христианам, к тем, которые пошли за Иисусом, которые уверовали в Иисуса, то смущение, которое приходит, ну, как тревога, как неуверенность. Знаете, когда уже вроде бы кто-то выбивает почву из-под ног, вроде как основания уже нет, ты смотришь, все колеблется, и ты не понимаешь, что происходит. Вот это смущение, это против христиан, это уже, знаете, оно вредное. И вот когда Иисус, Он говорит именно об этом, что говорит, да не смущается сердце ваше. И еще в другом месте Он дальше говорит, да не смущается сердце ваше, и добавляет в этой же голове, и да не устрашается. Знаете, что страх, когда добавляется к смущению, то есть человек и так не уверен, и так колеблется, и так не может решить, да или нет, правда, неправда, может говорят правду, а может и нет, а может надо это делать, а может и нет. Вот, там братья приводили пример такой, говорит, брат натопил смальца, много-много, говорит, там сколько-то литров, а потом сел и сидит, а его кто-то пришел и сказал, а ты знаешь, что смалец есть грех. И вот он сел и сидит, и такой задумчивый, тут смалец стоит, а он сидит, и он в смущении, правда, ну что, а как ему дальше поступить? И заходит наш брат, это был Андрей Порфирович, он говорит, брат, что ты такой сумный? Да вот это думаю, ну и рассказывает свою проблему, говорит, тю, да вот давай мне, кажется, и смалец, и все, и в тебе никаких проблем, и мне доброе, каже, эй, не. Понимаете, вроде как и смальца хочется, и кажут, что грех. Вот это колебание, когда у человека колебание, ну потом они открыли Слово Божие, Писание, поговорили уже, что написано в Евангелии, что теперь в Новом Завете, ну нету такой заповеди, не кушать свинину, этого нет, нет такой заповеди в Новом Завете. Что это было, да, действительно, это было в Ветхом Завете, да, действительно, Господь когда-то заповедовал своему народу, вот, но теперь такого нет. Вот, мы не будем сейчас углубляться в эту тему, кстати, в пятницу, посмотрите, там мы немножко говорили. Ну вот, когда человек слышит разное мнение, может быть так, кто-то говорит, и убеждает, вы знаете, говорит убедительно, с уверенностью, говорит, да, я точно знаю, а вы знаете, бывает еще, одни убеждены, что это так, а другие знают, что это не так, но лгут, ну специально. И я столкнулся, для христианина это особенно как-то непонятно, и особенно, когда христиане слышат, что человек говорит, да, я был свидетелем, то как-то, ну веришь человеку. А почему веришь? Потому что, ну ты же не можешь человека подозревать, что он может врать. Ну как же так? Люди не могут врать. А почему не могут? Ну потому что я не могу. Потому что я сужу о другом человеке, как о себе. Я ставлю себя на место другого человека, оцениваю, говорю, да не, я бы так не сказал. И даже мысли не может быть, что он может соврать, правда? А почему-то? Потому что я бы так не поступил. Но, к сожалению, потом проходит время, и мы с удивлением, я скажу, я себя не перестаю удивляться, порою. Вроде бы и знаю, что мир полон лжи. Но когда сталкиваюсь с очередной ложью, знаете, меня все равно это удивляет. Я говорю, ну как так можно? Ну как так можно? Вот так стоять и в глаза просто сочинять. А потом, вы знаете, и бывает сейчас такое развлечение, такое время, когда интернет, когда социальные сети, вот, есть это целое развлечение, вот называют пранк. Когда, вот люди развлекаются, оказывается, они так развлекаются, они говорят какую-то неправду, что-то сочиняют, и потом смеются над людьми, которые им поверили. Знаете, есть такое? Это для нас, для верующих в Иисуса Христа, для того, у кого Бог сердце новое дал, где, которые хотят похожими быть на Иисуса Христа, а у Иисуса не было лжи в устах. И это странно и удивительно, что неужели человек может в этом получать наслаждение и удовольствие, чтобы обмануть кого-то. Оказывается, это происходит в мире. И вот эти смущающие люди развлекаются, а может, кто-то уверен в своей правоте и убеждает. Вот это смущение, оно происходит из-за чего? Из-за разных привнесений, вот разных мнений, суждений. Одни говорят одно, другие говорят другое. Пришел апостол Павел в Иерусалим даже, к другим апостолам, чтобы, знаете, что сделать? Просто выяснить, чтобы вот эти смущающие люди, которые пришли к ним туда, к язычникам, и говорят, чтобы язычники обрезывались и соблюдали постановление закона Моисеева. Вот. И там произошло такое, знаете, столкновение. И вынуждены были, апостол Павел и с ним тоже сопровождающий, они пришли выяснять этот вопрос и поговорили в Иерусалиме с апостолами и пришли к одному мнению, что этого не нужно язычникам соблюдать. Знаете, ну, пришло, а зачем это нужно? Зачем нужно выяснять такие вопросы? Чтобы смущающие потеряли почву, ну, знаете, чтобы потеряли основание смущать христиан. Иногда нужно это делать, иногда нужно сказать, нет, написано по-другому. Потому что вот эти смущения, это, по сути, искушение, это испытание нашей веры, как правило. И смотрите, да не смущается сердце ваше, да не устрашается, веруйте в Бога и в Меня веруйте. О чем говорит Иисус вообще-то? Ну, веруйте, да, мы все верующие, вроде бы, да. Здесь Иисус говорит не о том, чтобы считаться верующим. Здесь Господь говорит о том, чтобы вот это смущение побеждать верою в Иисуса Христа. Смущение нужно побеждать. А что за вера такая? Какой верой мы побеждаем смущение? Иисус когда-то побеждал искушение, атаки лукавого чем? Лукавый тоже иногда пытается, даже и лукавый к нему подходил и говорил, так написано же, так сказано же. Но, вы знаете, важно не просто знать Слово Божие, где что написано, а еще понимать и разбираться, а что там написано. Знаете, лекарство от смущения это исследование Слова Божия. Вникать в Слово Божие. Разуметь его, понимать его. Не просто поверхностно, но бы почитали, вроде бы все понятно так. А давайте вникнем, давайте порассуждаем. А давайте помолимся, чтобы Господь дал нам разумение. Лично мне, чтобы Бог дал разумение. Лично каждому из вас. И, вы знаете, это очень хорошо помогает. Очень хорошо помогает. И прежде всего, когда приходит смущение, то апостол Павел говорит, напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я проповедую вам. Вникай в Евангелие. Что написано в Слове Божьем? Что Иисус, веруй в Иисуса Христа, веруй в Бога, который возлюбил этот мир. Так возлюбил Бог мир, что Иисус умер за наши грехи. Воскрес для нашего оправдания. И все учение Иисуса Христа, когда мы в Него вникаем, когда мы в Нем утверждаемся, последовательно, шаг за шагом, начиная от покаяния в своих грехах, от веры в Господа, и дальше возрастаем, основываясь на Слове Божьем. Не на человеческих каких-то пониманиях, а то, что написано. А то, как говорит Иисус. А то, что написано в Новом Завете, в Слове Божьем. И когда мы вникаем, и каждое наше понимание, сверяем и утверждаем на Слове Божьем, вот тогда написано, что Бог делает нас непоколебимыми. Вот эта непоколебимость, утвержденность, это когда нас уже не могут смутить. А почему? А потому что мы знаем, что говорит Слово Божье. А потому что мы знаем, что написано. Потому что мы знаем, что Иисус вот этому не учил, а учил другому. Поэтому пусть Бог поможет нам, всем детям Божьим, верующим в Иисуса Христа, чтобы наше сердце никогда не смущалось и что не устрашалось. Устрашение, устрашение, мы же понимаем, это оружие лукавого. Это оружие лукавого. Когда нас хотят испугать, устрашить, ну, чем бы то ни было. Вы знаете, ну, вот сегодня, что происходит? Разве нет устрашения? Оно есть или нет? А через это смущение увеличивается? А через это, вы знаете, и вопрос, давайте задавать себе вопрос. Когда нас смущают и устрашают, мы сближаемся с Господом или удаляемся? Мы начинаем поступать по Слову Божьему или начинаем где-то, например, знаете, в Церковь Божию через смущение, что приходит? Единство, как брат передо мной говорил, Саша. Любовь может быть, радость приходит, мир. Или что-то другое, мира лишаемся. Уже смотрим косо на братьев и сестер, они не такие, тут они что-то не так понимают. Ага. И приходят смущающие и начинают обманывать и что-то свое говорить. Я не знаю, почему, почему позволяют себе, я скажу с горечью, с горечью, почему даже проповедники позволяют себе сочинять что-то? Почему не держится твердо Слово Божие, как написано? Почему считают возможным что-то прибавить к Слову Божьему или отнять от него? Неужели нет страха Божьего? Неужели непонятно, что вы несете свое личное понимание? Поэтому я думаю, что кому-то может надо остановиться и перестать говорить то, что не написано в Слове Божьем. То, чему не учил Иисус. И вы знаете, очень большая ответственность и последствия и предупреждение к тем, кто смущает. Апостол Павел говорит, что есть среди вас, есть те, которые у вас, которые смущают вас. Это Галатам 1 глава, 7 стих, мы не будем сейчас читать. И 5 глава, вот он говорит о смущающих целое послание Галатам. И вот в 5 главе, 10 стихом, он говорит, что кто бы он ни был, кто бы он ни был, всякий, кто вас смущает, он понесет на себе наказание от Господа. Он будет на себе что-то нести от Господа. Тот, кто смущает народ Божий, кто приносит неуверенность, колебания, поколебал души, сердца, и дети Божьи ходят и не знают, они спасенные или нет, или что вообще, а может мы не туда идем. Если вы идете за Иисусом Христом, то туда. Если вы идете за этим миром, то не туда. Но, вы знаете, но давайте вникать в себя и куда? В учение Иисуса Христа. Не слушать смущающих. Если колеблется мое сердце, страх приходит, надо остановиться и не слушать вот этого, а сблизиться с Господом, обратиться к тому, что написано в Слове, вспомнить. Вы знаете, вот это смущение, оно часто заставляет нас забыть то, что мы читаем в Слове Божьем, то, чего мы держались, чем мы утешались, на чем утверждалась наша вера. Мы уже не помним, мы уже забываем, или так, знаете, вскользь вспоминаем. А все наше внимание на предмет страха. Зачем нам это нужно, братья и сестры? Как бы там ни было, сегодня многие боятся убивающих тела. Хорошо? А разве не сказано, не бойтесь убивающих тела? Разве так не сказано? Может, кто-то ошибся и попал в обстоятельство? По незнанию, да? Может, кто-то даже по неразумию. Да, бывает такое с христианами. В какую-то ситуацию. Но не бойтесь убивающих тела. А дальше что? Ну, с душою эти люди ничего. Писание говорит, ничего с душой вашей они сделать не в силах, не могут. Сегодня нас пытаются убедить, что с душой нашей могут что-то сделать. Веруйте в Бога и в Иисуса Христа. Никто не похитит из руки ни у кого нет такой силы, если вы во Христе Иисусе. Если вы исполняете Его заповеди, ни у кого нет такой силы похитить из руки Иисуса Христа. Никто не похитит. Христа Иисусе Христа